Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть сми в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Hungry Shark Evolution. И сегодня у нас будет интересная серия, потому что мы с вами возьмём себе, как говорится, новую акулу. Мы купим с вами вот эту вот акулу, ледяную, собственно. Давайте заберём сначала награду. Нам нужно будет буквально совсем немножко сыграть, получается, тысячи две нафармить, и новая акула у нас уже будет. Это прям круто. Так, я бы хотел, наверное, сыграть за электроакулу, ибо она очень неплохо фармит деньги, в отличие от этого Мегалодона. Или за Мегалодона всё-таки сыграть. Его тоже как бы надо прокачивать, но я, наверное, сыграю за электроакулу, потому что с очень большой вероятностью, если я выживу на начальных этапах, я смогу нафармить денег. Нормальное количество. Блин, я очень надеюсь, что меня обрадует, собственно, акула новая. То есть, что она будет неплохо деньги зарабатывать. Именно я покупаю её именно ради этой цели. Я надеюсь, её пассивочка будет также неплохо работать у нас против противников. То есть, она будет их замораживать, может быть, даже станет. Посмотрим, в общем-то. Это что такое? Что это за... Это типа... Что... Я первый раз вижу этих противников. А чё они на меня стали нападать? И чё это вообще за противники такие? Отлично. Попал всё-таки. Давай-давай-давай. Съедим ещё второго. Мы пока маленькие, поэтому мы не можем особо... Так, не... Не... Что за... Здесь почему-то иногда акулы глючат. То есть, когда ты особенно выплываешь куда-то, а затем спускаешься вниз, иногда акула может замерить на месте. И типа... Ну, ничего практически не делать. О, кстати, акула-молот, блин, она рядом с этой. С выходом в портал находится. Вот чё это такое за индейки? Подождите. А, День Благодарения, что ли? Сегодня или сейчас ивент на День Благодарения. Видимо, индейки нападают. Серьёзно ли? Плавающие индейки? Кхм-кхм. 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 Так, немного поедим. Да, то есть, когда ты... Пока ты не выплывешь на поверхность, то... Блин, мне скорости не хватает, чтобы догнать катериста. И сгаси они некоторые со скоростью какой перемещаются. Но с другой стороны, под винты попасть тоже не особо охота. Интересно, а за сбор индейок дают какой-нибудь лутик? Я хочу просто порталы. Не хочу пока идти в порталы. Я понимаю, что если я пойду в порталы, я точно быстро накоплю себе на... ...новую акулу, но я хочу оставить их как раз для новой акулы. То есть, для ледяной. Интересно, она тоже маленькая появится? Изначально будет грейдиться за поедание всего и вся. Блин. Половину золтой лихорадки просрал просто потому, что не мог выплыть из... Так, минус человек. Хорошо. Где мы сейчас находимся примерно? Да, мы уже находимся с вами на краю этой локации. По-хорошему, наверное, надо бы всё-таки двигаться направо. Но для начала стоит, наверное, всё-таки... Ой, зажат. Что это за новый дебаф? О, всё. Теперь я уже более-менее нормального размера могу есть... Нифига себе, сколько я звёздочек собрал сейчас. Отлично. Упали мы с вами. Ещё индейка с Днём Благодарения. Да, видимо, это реально событие Дня Благодарения. Жалко не в золтой лихорадке удалось сломать клетку. До свидания, водолазы. Нифига себе, здесь рыб сколько маленьких. Я их причём за один укус сразу всех ем. Это отлично. То есть, как я понимаю, индейка это просто переделанный скин морского котика. Так, там дальше уже более серьёзные противники. Мне бы туда не лезть, по-хорошему. Вообще, мне надо идти на правую сторону сейчас. Потому что здесь еды уже почти не осталось. Да я не хотел подлетать. Почему меня автоматически подкинуло? Так, хорошо. Кстати, когда разбиваешь лодку, видимо, все, кто на ней есть, они автоматически съедаются. То есть, дают золото и очки за всех. Хотя, может быть, золото и не дают, но очки точно дают за всех. Ты чуть было не попал под эту шнягу. Так, тут есть небольшая клеточка. Можно захавать человека внутри. Нормально. Так вообще золотая лихорадка, конечно, работает. Подождите, там кто-то есть. Тут есть электроакула, поэтому хотелось бы ее сожрать. Так, и надо двигать, получается, сейчас нам направо. Главное, случайно в портал не зайти. Так, куда я вообще забурился? Я в какие-то пещеры зашел, и мне явно не сюда. Блин, просто зря золотую лихорадку, конечно, потратил. Но я ее смогу снова активировать. Это как бы не особо сложно. Так, я понимаю, у меня уже максимальный размер акулы. Больше я вырасти не смогу. Так, в портал главное не зайти, случайно. Да, блин, опять я подлетел случайно. Блин, а почему я самолеты не могу ломать? Хотя, по сути, я же вроде в золотой лихорадке нахожусь, но почему-то не могу. Да, чувствую, я неплохо так золото могу нафармить здесь. Блин, а просто беспрерывно по мне стреляет эта лодка. Что я даже в золотой лихорадке просто не могу вырваться из ее бесконечного этого. Пожди, там что-то наверху было. А, это самолет, и я его съел, кстати. Хорошо. Так, еще минус лодка. Она чувствует, мы уже нафармили с вами на... Да, ведь уже 75 тысяч у нас. Так, вот это вот уже опасная тема. А теперь иди сюда, подруга. До свидания. Хочу ли я эту клетку? Да, наверное, я бы хотел водолазов этих захавать. И еще один удар, наверное, потребуется. Да, готово. Блин, долбаные аквалангисты. Сразу уничтожаем лодку, и нам нужно двигать... Блин, одного забыл съесть, но ладно. И сразу двигаем сюда. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А, я могу взорвать. У меня золотая лихорадка. Хорошо. Так, и пока есть золотая лихорадка, нам нужно преодолеть течение. Чтобы попасть в следующую локацию. Где мы сейчас примерно находимся? Мы находимся с вами на предпоследней части... С правой стороны. Так, вот это... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это я, конечно, подставился. Ну, я, наверное, воскресну, потому что лишние деньги лишними не бывают. До свидания. А, я могу их ломать даже без золотой лихорадки? Серьёзно. Блин, как же офигенно играть всё-таки за электроакулу. Я надеюсь, ледяная будет не особо хуже. Я понимаю, что у неё, возможно, будет ограниченный радиус действия её суперспособности. Но также я надеюсь, что она тоже себя будет хорошо показывать. И будет зарабатывать тоже деньги. Вряд ли, конечно, больше, но хотя бы, я надеюсь, она будет зарабатывать ненамного меньше. Так, хотелось бы разломать ещё клетку. Всё-таки дополнительные очки, дополнительное золото. Индейки тоже собираем ради Дня Благодарения. Так, хорошо. Ну чё, погнали сражаться с лодками. Они где-то здесь должны быть. Так, эти медузы уже гораздо опаснее. Блин, чуть не отклеился на самом деле сейчас. До свидания. Я здесь почти всё подъел. Надо бы, по сути, сейчас... Двигать обратно в противоположное направление. Ну, то есть идти обратно той же дорогой и надеяться, что там еда уже заспавнилась новая. Бонус увеличен. Понимаю. Уже 10 минут с вами выживаем. Мы точно сейчас нафармим на новую акулу. Ой. Ну, блин. К сожалению, мин много. Так, ломаем лодку всё-таки. У нас золото лихорадка активируется сразу. Сразу избавляемся от мин, которые нам мешаются. Блин, а сейчас придётся переходить через пещеру, наполненную всякими минами, медузами и прочей гадостью. Блин, а тут еды нету, как назло, да? Ну да, просто не было еды. Я не буду воскрешаться. Ладно, меня, в принципе, такой результат более-менее устраивает. 5 800, 10 минут. 5 кусков получили. И сейчас удвоим наши денежки и купим себе новую акулу. У нас с вами указано, что у нас 94 тысячи, но это не совсем правда. У нас чуть меньше, но на акулу уже хватает. Поэтому мы можем сейчас купить себе ледяную акулу. Давайте мы это и сделаем. 75 тратим. Эти у нас остаётся, получается, всего тысячи две, три, наверное. Может, четыре. Эй, а чё у меня... А к чему мне так много денег дали? Это же вроде так не должно работать. Ну, прикольно, что они сделали. Теперь, что не обязательно каждый день заходить. А именно, можно в разные дни недели заходить и собирать ежедневные бонусы. Это очень удобно, особенно учитывая, что я снимаю примерно раз в неделю ролики по акулам. Ну, теперь у нас есть с вами ледяная акула. Ну, чё, давайте тестить. Как я и говорил, Рост, откармливайте акулу. Да, то есть нам нужно... Ну, это справедливо для обычных акул. То есть, именно улучшать её. Ну, да, как обычно, оно маленькое появляется. Серьёзно, это так работает. Кстати, вот это ускорение, оно работает, получается, когда я нажимаю кнопку движения. То есть, ускорение. Она автоматически использует замороз... заморозку. Интересно, я могу вообще и замораживать всё подряд, или... Людей, по-моему, я не могу замораживать, которые на берегу. Могу ли я заморозить акулу, которую я не могу съесть из-за её размера? Меня вот это интересует. Мне кажется, у электроакулы всё-таки бонус. Я могу мины замораживать? А зачем? Я же всё равно получаю от них урон. Благо, медуз могу есть, хорошо. Ой, очень быстро голод, конечно, у неё накапливается. Это из минусов. Так, людей, которые в воде, я могу замораживать, в принципе. Лёд ещё всплывает, знаете, потому что он легче воды. Так, хорошо. Просто взял такие кучи кубов. Ещё они в камни врезаются, и... Да. Блин, ну ей очень сложно накапливать здоровье. Мне нужно ускорение, мне нужно, собственно... Пока я не иду в портал, потому что у меня ещё нету достаточно большого размера. То есть я ещё маленький. Блин, прикольно. Я могу догонять, получается, с помощью такого образа любую вообще акулу или противника в целом. Проблема у этой акулы лишь одна. Она почему-то получает очень мало очков за... Поедание всего и вся. Блин, не успел. Интересно, я катеристов могу замораживать, реально? Блин, это не позволяет мне легче их поедать. Бедный скат. На нём даже кубик маленький, из-за того, что он очень большой. Серьёзно, я могу замораживать крюки, на... Блин, жалко, что я не могу есть мины, после того, как я их заморожу. А серфингисты дальше по инерции, короче, крутятся, если чё. Я бы, наверное, хотел уже возвращаться, идти в портал, затем двигать ко второму порталу, когда с первым закончу. Погнали, короче, в портал. Ой, там какая-то огромная акула. Надо с ней поаккуратнее, видимо, быть. Серьёзно, я могу просто заморозить эту акулу большую, которую я не могу съесть, по сути. Ну, прям в морозной этой целое раздолье для этой акулы. Причём, как я понял, допустим, другие морозные акулы нас не могут замораживать. То есть они могут, наверное, нас замедлять, но при этом замораживать куб не могут. То есть, по сути, мы сильнее получаемся, чем... О, это надо взять, это обязательно. Интересно, а мины нас дамажат, ледяные? Или это типа... Из-за того, что они тоже морозные, у нас иммунитет есть. Лосось это замечательно, конечно же. Давайте проверим. Да, они нас не дамажат, но они нас и не замедляют, как я понимаю. Вот это опасные рыбы. С ними надо быть поаккуратнее. Так, это ещё одно обязательно рыбку с алмазиком забираем. Блин, какая же... Нет, всё-таки офигенная акула. Реально интересно за неё играть, честно скажу. Вот эта механика заморозки, она очень неплоха сама по себе. Мне нравится. Ещё один алмазик, вообще топово. Ещё минута у нас осталась на этой локации, можем спокойно перемещаться. После этого надо бы, по сути, постараться добраться до... ...следующего портала. Ага, я не могу замораживать акул, которые явно больше меня. Ещё один алмаз. Уже целых четыре алмаза здесь на фарме. Вообще топово. Как понимаете, рыбы, они появляются заново. Да и закуски, вроде бы, заново тоже регенятся. Это хорошо. Ещё одна морозная акула была нами повержена. Ещё один алмаз. Какое-то достижение выполнили за, собственно, достижение на особых акулах. То есть на морозной, на электрической, на робо-акули, акули-призраке и так далее. Короче, за достижение на этих акулах, за миссии, дают уже награды алмазы. Это классно. То есть, покупая акул за очки, ты можешь выиграть акулы... Акул за алмазы. Ну, не за алмазы, а вещи вообще получать за алмазы. Потому что можно фармить алмазы на миссии. Это, правда, нифига не просто, но... Кто говорил, что будет легко? Да, закуски, видимо, регенируются. Потому что я уже проходил мимо пари мест, где я, типа, собирал закуски, и они заново появились. Вообще топово. Сейчас нас уже телепортирует обратно. Надо собрать как можно больше голды. В фигасе нормально так фармлю голду. Всё, нас телепортирует обратно, и мы с вами сейчас... Ой, там акула опасная. Мы отправляемся с вами направо, к другому... Серьёзно, я просто её съел. А, у меня золотая лихорадка была. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это было опасно сейчас. Ну, конечно, и упал на две рыбы и мину. Понимаю. Так, я хочу вторую... Эту. Уфига себе, просто жесть, что творит эта акула, конечно. Так, где я сейчас нахожусь? Мне надо ещё к порталу через нижний проход пройти. Единственное, надеюсь, там мин не будет, иначе можно ещё раз отклеиться случайно. Ну да, конечно, мин там не будет, надеюсь, бла-бла-бла. Окей. Блин, четыре мины только что словил, когда воскрес. Так, у меня есть золотая мания, это замечательно. Я смогу сейчас съесть огромных акул, кучу вообще. И погнали, собственно, в следующее... О, халява. Миссия завершена, отлично вообще. А чё нас не пускает в этот портал? Меня швыривает от него. Но вот сейчас смог зайти. Там Элвис, кстати. Ну, у меня нет ускорения. У меня вместо ускорения как раз-таки вот заморозка. Ну, она ускоряется, но она очень слабо ускоряется, эта акула. Ой-ой-ой, хорошо, что у меня золотая лихорадка сейчас была. А то можно было и отлететь от этой мины. Да, даже эту фигню можно заморозить, офигенно. Просто халявные миллионы очков. Блин, жалко, я не могу зелёных медуз есть. А нет, я могу есть зелёных медуз. Отлично. То есть эта акула считается более высокого уровня, она уже может есть медуз более высокого уровня. Блин, ну здесь, конечно, в этом портале гораздо меньше времени даётся на фарм. Я бы хотел хотя бы одну найти, эту... Ээээ, как её? Огненную акулу. 14 секунд, чтобы найти и сожрать эту тварь. Отлично, я нашёл её. Ну, или это была не огненная, но без разницы. Так, угри, это хорошо? Угри. Всё, в принципе, отправляемся обратно. Да. Я бы хотел ещё, наверное, право пробовать сходить, посмотреть, как мы справляемся с вами с лодками подводными. Блин, ну акула классная. То есть мне нравится прям за неё играть. Так, я уже на краю? Да, я уже на краю. Хорошо. Это сейчас было опасно, кстати. Большая мина меня взорвала, но я выжил. То есть этой акулой есть сопротивление огромным минам. Это хорошо прямо. Да, реально, она ломает эти лодки. Это прям круто. Интересно, а замороженные мины меньше урона носят или нет? И она быстрее ломает клетки, чем электроакула. Видимо, из-за своего размера, то, что она больше сама по себе. Понятно, лодки я ломать не могу. Я, наверное, здесь воскресну за алмазы. Ну да. Не стоило, явно, этого делать, потому что мы встретились с вами с большой акулой, которую мы не можем заморозить. И она нас съела. Надо было убегать, но кто мог подумать. Ээээ, 24 тысячи тем временем. Нормальная тема, да? Легкие 24 тысячи. Но нам на новую акулу, на следующую, требуется 150 тысяч. Это очень много. Либо мы можем купить какую-нибудь еще особую акулу. Она немного чем отличается по цене. Но давайте мы еще раз сыграем за ледяную акулу. Посмотрим, как она без порталов будет, сколько денег нафармливать. И вообще, будет ли она обладать выживаемостью какой-то. В обычном мире без порталов. Дальше пойдем уже качать мегалодона. Надо его прокачивать, чтобы была возможность купить следующую акулу. И, кстати, надо посмотреть, мегалодона я прокачал или нет до фула. Вроде бы там еще один грейт оставался, или я уже прокачал. Потому что мы морозим противников, нам делает этот начальный фарм гораздо легче сделать себе. Плюс накопить золотую лихорадку тоже становится гораздо проще. Поэтому я чувствую, что за эту акулу будет даже, наверное, чуть полегче фармить, чем за электроакулу. Я, кстати, не ожидал этого. Я думал, эта акула будет хуже, но она оказалась очень даже неплохой. Отлично, золотая лихорадка позволяет нам восстановить здоровье сейчас. Блин, эскатов теперь очень легко убивать. Мы их тупо морозим, они нам ничего сделать не успевают. Сейчас надо немного отожраться, то есть накопить новый этап. А потом уже можно будет, как сумасшедшая, носиться по всей локации и собирать деньги. Да, электроакула ниже нас по уровню, поэтому мы с ней легко справляемся. Так, еще немного надо прогрейдить себе рост. Прикольно, что мы можем есть еще зеленых медуз, ты мне прям радует. Хорошо. Прямо вообще замечательно. Ну да, к лодке, к сожалению, замораживать я не могу, это печалька. Так, что-то я не понял, почему я не могу его съесть. Неужели я только замороженные вещи могу есть? Ну, извини, электроакула. Где я вообще нахожусь сейчас? А, я в углу где-то застрял. Окей. Кстати, можно в пещеру к этим зайти, к морским чертам, или к койку убить. Что, пойдем навести морских чертов, наверное? Блин, опасно было здесь, конечно. До свидания, подводная лодка. Так, морские черты у нас находятся, по-моему, в пещере внизу. То есть нам надо двигать сейчас вниз налево. Так, мины есть нам не надо, это плохая идея. Так, куда нам теперь? Вниз и, собственно, и направо. Налево. Немного восстанавливаем здоровье. Так, куда нам здесь двигать? Так, осталось еще чуть ниже спуститься, и затем налево. Если морских чертов можно будет замораживать, я с ними справлюсь вообще на изи. Да, их можно замораживать, так это легкие деньги. Я просто их пачками могу истреблять. О, дракон какой-то здесь находится, окей. Ой, голод уже быстро накапливается, надо быстренько отсюда сваливать. Так, крабы мне особенно не восстанавливать здоровье. Хорошо. Плюс алмаз. Так, и мне бы сейчас надо идти лутать, собственно, все остальное. Блин, тамина была. Ой, это еще был, оказывается, не максимальный этап, а я думал, я уже на максимальном. Просто халява. Просто халявные деньги, реально. Блин, я не хотел подлетать. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо сваливать отсюда. Блин, я не могу использовать заморозку, когда я нахожусь не в воде. Да господи, хватит. Я сейчас умру просто. Ой, я ракушку какую-то собрал. А что за ракушка, откуда она у меня вообще появилась? Неужели там где-то ракушка была в небесах? Блин, просто столько денег, это жесть. Да, определенно мне доставляет играть за эту акулу. Смогу ли, интересно, я здесь пройти вообще? Через этот поток? Да, в принципе, течение я преодолеваю даже без золотой лихорадки, это хорошо. Так, здесь сейчас будет опасно, потому что мины. Но я вроде бы как-то их заобейдил. Блин, не хотел подлетать. Интересно, можно заморозить этот? Хорошо, что золотую лихорадку накопил. Сейчас смогу отсюда свалить. Хотя бы. Нет, ты не рыпайся на меня. Ты мне своими ракетами почти не наносишь урона. На удивление, кстати. Блин, ну это акула имба реальная. Так, надо взорвать эту мину успеть. Пока у меня золотая лихорадка. И вот мы уже, собственно, на краю локации находимся сейчас. Да добаные индейки, чё ж вы не морозитесь-то никак? Эти акулы для нас не доставляют никаких проблем. Можно сейчас зарашить подводную лодку. Ой, я могу есть даже фиолетовых медуз. Это классно. Блин, если бы она могла ещё, конечно, мины есть, было бы вообще круто. Просто посмотрите, сколько у меня миллионов очков. Это же жесть. Отлично. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, голод. Голод уже очень быстро накапливается. Благо, золотая лихорадка меня спасла на этот момент. Ой, вот это была сейчас роковая ошибка, конечно. Но я как-то сумел выпутаться из этой ситуации. Думал, сейчас уже погибну, но нет. Хорошо. Нифига себе, она живёт, конечно, долго. Так, мне сюда лучше не идти, потому что голод уже быстро накапливается. Ой, я не хотел этого делать. Ну ладно, у меня хотя бы золотая лихорадка, поэтому ничего страшного, я думаю. Нет, я ещё живу. Я ещё поживу. Ой, господи, самолёт. Блин, он ещё у меня стреляет. Это было больно, но не смертельно. Но у меня голод. Мне надо сейчас очень много всего съесть, чтобы восстановить себе здоровье. Отлично. Так, минус большая акула. Чё-то съел непонятное огромное. Жалко, я не могу самолёты замораживать и различные другие большие штуки. Ещё одна золотая мания. Замечательно. Знаете, это была далеко не ошибка, что я купил эту акулу. Потому что я легко смогу её купить буквально за 2-3 игры. Я смогу накопить эти же 75 тысяч, которые я потратил, буквально съев, я не знаю, там... Ну, накопив несколько лямов и съев кучу всего. То есть я полностью куплю её и ещё на ней заработаю много денег. Блин, ещё целых 12 часов. Это, конечно, дофига. Ой, я чё-то застрял где-то здесь. Где я нахожусь? Давайте быстренько глянем. Так, проход сверху, понял. Вот ещё одна золотая лихорадка, которая позволит нам ещё прожить некоторое время. Так, туда я, наверное, не пойду, а то я могу отклеиться таким образом. Хорошо. Да, выживание у неё крайне офигенное. То есть она очень долго живёт. Я ещё ни разу не умер, хотя, по сути, уже выживаю 13 с половиной минут. Это вообще офигенно. Ой, это было больно. Я уже дошёл до края локации. Надо сейчас идти, видимо, обратно той же дорогой. Долго, конечно, я вряд ли проживу, но сколько-то времени... Ну да, я умер. Давайте воскреснем. Хотя особо вот выживать нам уже не надо. Мы уже достаточно прожили, но давайте попробуем, я не знаю, минут 25 выжить. Ой. Ну это я, конечно, преувеличил. Я имел в виду не 25, а 15. 15 минут хотя бы прожить было бы неплохо. Может, тут какое-то достижение есть, типа, за долгое выживание? Ну, я думаю, там минут 20 надо жить, наверное, либо 25. Ну, чтобы достижение заработать, за выживание. Блин, у меня что-то подлагивает игра. Блин, я не хотел подлетать. Так, подожди, лодка, мне сейчас с тобой нет смысла сражаться особого. А то у меня здоровья уже мало. Ну да, этого стоило ожидать. Воскрес я, короче, еще один раз. О, отлично. Какую-то большую акулу съел, видимо, которую я не могу съесть из-за своего размера. Еще одна большая акула. Посмотрите, уже не зря воскрес, заработал денег. Отлично, золотая лихорадка, это всегда замечательно. Блин, не хотел подлетать, но ладно. Да, самолет я, к сожалению, не могу сломать во время полета. Да, это было больно. Очень быстро уже кончается у нас здоровье. Надо есть прям беспрерывно. Ибо если мы остановимся, даже ненадолго, то у нас сразу начнет очень быстро отниматься здоровье. Ха! Вот как-то так, пацаны. Выживайте как можете, что я могу сказать. Вот, кажется, и мой конец. Или нет, или нет еще. Еще одна золотая мания. Замечательно. До свидания, лодочка. Ой, это была ошибка. Это реально была огромная ошибка. Но каким-то образом я сумел выжить. Отлично. Золотую манию вовремя успел активировать, когда у меня уже здоровья почти не осталось. Как-то выжил от мины. Повезло. Ух ты, как быстро голод-то накапливается. Жесть. Отлично. Есть еще золотая мания. Еще статуэтку можно взять. Не останавливаемся, едим просто беспрерывно, иначе мы умрем. А нам с вами нужно прожить как можно дольше. Уже можно сказать, идем на рекорд с вами. На 20 минут. Постараемся прожить 20 минут. Если повезет, все выйдет. Но это еще целую минуту надо держаться. Не знаю, хватит ли мне еды и прочей фигни. Это надо постоянно золотую лихорадку активировать, чтобы жить. Либо есть беспрерывно, одно из двух как бы. Так, до золотой лихорадки еще далеко, а у нас нету еды. О, отлично. Акула имба. Реально имба. Так, не сейчас, пожалуйста. Ай-яй-яй, игра, не подлагивай, пожалуйста. Не вовремя. Дайте еды, пожалуйста, быстрее. Отлично, золотая мания есть. Хорошо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Блин, долбанная ракета-акула. Не, я думаю, мне хватит. Сколько я заработал денег? В первый раз, если что, я заработал примерно 11 или 12 тысяч. Сейчас я заработал 15. И я удвою, и у меня будет 30. И 30 плюс 33 равно 63 тысячи голды. И в итоге я почти за два, за два трая, обычных за морозную акулу, почти ее купил. Охренительно. Просто 65 тысяч, здравствуйте, как говорится. Я хотел еще, кстати, миссии посмотреть, какие я выполнил. Зима пришла. Я выполнил все пять миссий на ледяной акуле. И получил алмазы. Зашибись. Вообще классно. Так, я бы хотел еще, наверное, сыграть одну или две каточки на мегалодоне сегодня. Но неплохо, неплохо, да? Согласитесь, это новый рекорд. 41 миллион. И при этом 20 минут 32 секунды мы с вами жили. Сейчас надо на мегалодоне будет как-то выживать. Ибо надо его прокачивать. Кстати, возможно, стоит еще посмотреть, что там с прокачкой самого мегалодона. Если он не докачан, то докачать его до фула. Как же много он тратит голода на все подряд. Здравствуйте. Мины мы можем спокойно есть. Мины нам не проблема. Так, извини, братан. Такова жизнь, как говорится. Блин, слава богу, успел корабль завалить. А то сейчас бы это... Голод закончился, и было бы все печально. Так, я вот подлетаю. Очень много голода теряю. Так, клетки большие я могу ломать чисто с двух ударов. Это прям хорошо. Так же мегалодон может есть почти все виды медуз. Есть не все. Я просто не заплывал еще на самые такие большие глубины. Ага, победа. Я долго от него ворачивался, но в итоге... Так, давайте здесь переплывем, чтобы съесть человека-акулу. Мы можем так ломать подводные лодки. Ну, извини, братан. Жалко, золотая лихорадка недолго длится у этой акулы. Единственное, какие мы мины не можем есть, это большие такие огромные мины. Желтые. Красные и маленькие мины мы можем спокойно сами харчить. Так там какая-то опасная акула за локацией. Я бы туда не хотел, наверное, идти. Где я нахожусь вообще? А, я в самом крайнем углу. Окей, понял. Нет, акула, не застревай, пожалуйста, не сейчас. И что мне сейчас делать, как мне... Единственное, вариант попытаться ее перепрыгнуть и затем свалить от нее. Это единственный способ выжить. Да, вроде мы оторвались. Это хорошо. Так, электричество. Давай без электричества. Так, нет, подлетать нам сейчас не надо, а то можно умереть от голода во время полета. Хорошо, чайчик покушали. О, нет, только не электрическое. Ладно, вроде бы справился более-менее. Погнали немножко по берегу пошатаемся. Мегалодон у нас может спокойно по поверхности бродить. Вообще без каких-либо трудностей. О, огненный акулус охарчил. Хорошо. Нет, не надо, я не хочу подлетать. Видите, он может спокойно ходить по суше, даже без особого ускорения. Так, какого черта? Минус эта штука, супер-убийство, замечательно. Ах ты тварь, ах ты мразь. Сразу перманентная месть. Блин, почему она когда подлетает, она немного зависает и управление над акулой теряется? Очень неудобно, конечно, это сделано. А что меня подкидывает постоянно? Подожди, я бы хотел съесть эту акулу. Течение она преодолевает вообще беспроблемно. То есть, как будто его и нету, по сути своей. То есть, у мегалодона, конечно, есть плюсы, но вот акулы наплыва, и просто более большие акулы, они нас могут часто захавать просто на халяву. Вот такие вот акулы меня постоянно едят, когда я из-за мегалодона играю. Вот эта акула нас просто убивает, как бы. Ну да, как я и говорил. Так, у нас есть еще последнее вот это, видимо, воскрешение. О, нет, отвали! По привычке я стерегаюсь мин, а я ведь их есть могу. Во, вот эти мины я не могу есть, их не надо врезаться в них, а то можно умереть мгновенно. Опять этот засранец, но в этот раз я победил. Вот че ты рыпаешься, а? Ты же не вывезешь меня. Отлично, золотая лихорадка есть. О, захаваем эту акулу, это прям замечательно. Еще одну большую акулу заел. Хорошо. А вот эта меня уже убивает, да. Я не буду воскрешаться, она меня точно догонит и убьет за пару секунд. А чешуительное убийство, в принципе, 2900, я думаю, стоит удвоить эту сумму, 5000 лишними точно не будут у нас. Давайте заберем наши награды за наплыв, убить акул-агрессоров 5 штук сюда. И еще бы я хотел, на самом деле, что-то и сделать. Хотел бы тут, только я забыл, что. А, может быть, я хотел вооружение для акулы пос... А, я хотел ее прокачать, точно, помню. Так, облик мегалодона. Кстати, можно купить детеныша мракалодона или акулонатора. Но мне это пока, я думаю, не нужно. Конечно, это неплохо, но я бы хотел все-таки накопить на что-то очень крутое. Допустим, карта акул-агрессоров или карта сокровищ было бы неплохо. Акулимонок, че он делает? Ячейка для особого... А, ну это ячейка, но у меня даже одного нет пока детеныша, поэтому нет, наверное. Че еще я могу за деньги купить? Что мне может пригодиться? Ну, типа, можно золотое кольцо ради золота купить для мегалодона. За алмазы. Как я понимаю, акулий водоворот это просто обновляет тебе... Или он добавляет новый. Вот, кстати, кто знает, скажите, если я куплю акулий водоворот, что произойдет? У меня просто откатится время на порталах, или же все-таки я получу что-то более профитное из этого? То есть, может быть, добавится еще один какой-то акулий водоворот на карту? Было бы неплохо, на самом деле. Так, шляпы, дидисэм, это все фигня. Корона, она, наверное, золото дает до 20%, ничего себе. Лазер, че дает лазер? Это одноразовый предмет или нет? Если это не одноразовый предмет, то его можно взять. В принципе, я могу уже себе это позволить. О, электромалыша можно купить за 90 тысяч тоже. И лава детеныша. Блин, прикольно. Вот теперь я могу кучу себе вещей позволить с такими доходами. Давайте мы на фул вкачаем акулу. Ну и на этом я пока буду заканчивать, наверное. Сегодня у нас будет не очень большая, у нас до весьма насыщенная серия, потому что мы купили и протестили с вами ледяную акулу, и она имба. То есть, нам нереально понравилось, за нее бешеные деньги зарабатываешь. Будем, короче, фармить на ней голду дальше, в будущем времени. А на этом я пока буду заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. С вами был Ник. Удачи, до скорых встреч, и мы еще увидимся. На этом все. Пока-пока. Продолжение следует...